Для нас сегодня очень знаменательное событие подписание соглашения с одним из самых важных наших экономических и финансовых партнеров Европейским банком реконструкции и развития о поддержке проекта продолжения митрополитена в городе Харькове. Стратегический вектор продолжения третьей линии митрополитена в сторону аэропорта был заложен в основу инфраструктурного развития города много лет назад. Мы помним еще то время, когда была введена в эксплуатацию только первая линия, а на схемах Харьковского митрополитена в качестве перспективной была определена третья линия. Но действительность возобладала над планами. И сначала в два этапа ввели в эксплуатацию вторую линию, потом с большим перегревом третью линию митрополитена. В макроэкономической ситуации страны вносила свои жизненные коррективы в строительные планы Харькова. В прошлом году была открыта новая 30-я станция метро «Победа», которую мы построили за средства нашего городского бюджета. Харьков в 24 года строил эту очередь метрополитена. Подготовленные работы по сооружению 30-й станции «Победа» начались еще в конце 80-х, в начале 90-х на старте строительства Алексеевской линии. Из-за отсутствия финансирования сроки строительства «Победы» неоднократно переносились. Первый кубометр бетона на станции был торжественно заложен 31 января 2011 года. С этого дня мы не остановились ни на минуту в строительном процессе. Нам и была проведена колоссальная работа, которая дала результат. И 19 августа 2016 года президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл станцию «Победа». Уважаемые дамы и господа, реформа бюджетной децентрализации дала возможность нам увеличить доходную часть бюджета Харькова. Это открыло нам возможности для реализации новых инфраструктурных объемов и продолжение уже начато. В том числе мы будем софинансировать проект строительства метрополитена. Мы ценим и развиваем сотрудничество с нашими международными финансовыми партнерами. Были моменты, когда из-за политической нестабильности наша совместная работа приостанавливалась. Но мы верили в успех и настойчиво шли к поставленной цели. Шли ради будущего города Харькова, шли ради Харьковчан. Шесть лет мы вместе работали над этим проектом. И вот 11 декабря руководители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и президент Украины Петр Порошенко, в присутствии главы государственной областной администрации Юлия Светличная, подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Два крупнейших инвестиционных института Европы предоставляют 320 миллионов евро на строительство двух новых станций Державинская и Одесская, на строительство Алексеевского электродепо, на закупку 85 вагонов подвижного состава. Транспорт составляющий этой системы трудно переоценить. Две новые станции свяжут с центром так называемые спальные районы, построенные в середине 20 века. Как показывает практика, появление метро в таких районах не просто совершенствует логистику, но увеличивает пассажиров поток метро на 25 миллионов человек в год, а это доходы и окупаемость инвестиций. Метро мгновенно притягивает коммерческую жилую застройку, а новые объекты, в свою очередь, стимулируют общее благоустройство, а также создают благоприятный инвестиционный климат. Как результат, город получит огромный экономический эффект. Важным моментом является улучшение экологии и уменьшение выбросов СО2. И, что не менее важно, метрополитен – очень технологичная, правильно управляемая и охраняемая структура, а значит, уровень безопасности перевозок метро поднимет общий уровень транспортной безопасности. Сегодня мы поставим точку в тяжелом и сложном переговорном процессе. Это были долгие, но очень эффективные переговоры. В результате мы получили прозрачный, проработанный в каждой точке проект, в успехе которого уверены все. И сегодня, подписав соглашение, мы перейдем уже непосредственно к реализации и воплощению проектов в жизнь. Я, как и все харьковчане, считаю это огромной победой и поздравляю всех вас. Благодарю за внимание. Для меня большая честь быть сегодня здесь с вами для того, чтобы подписать это соглашение. Господин Мэр, вы правильно заметили, что наш проект – это плод очень плодотворного сотрудничества между Европейским банком и Эконсультацией и развития и городом Хайпер. Мы многим более года назад впервые приехали сюда для того, чтобы открыть здесь наш офис. Затем в мае месяца этого года мы подписывали с нами документы по контролирую за оборудование. И сейчас, сегодня мы приехали сюда для того, чтобы подписать это важное соглашение по этому важному зеленому проекту. И нужно отчеркнуть, что этот инвестиционный проект – это наш крупнейший инвестиционный проект в этом году, который мы нас осуществляем. И я хочу отметить роль Харьковского головы, всего Харьковского исполнительного комитета, в реализации этого проекта, который, несомненно, направлен на то, чтобы повысить комфортность жизни харьковчан, чтобы поразить в них чувство новых сил, интереса к жизни. Я уверен, что этот проект поможет. И я уверен, что 200 тысяч жителей районов, которые, скажем, в станции Минск-Политена, должным образом оценят ваши усилия, которые направлены на то, чтобы облегчить их жизнь, сделать ее более комфортной. Я хотел бы еще раз поговорить о вас лично и всю вашу команду за активное участие в этом проекте. И я должен сказать, что этот проект станет своего рода стандартом прозрачного предоставления услуг. И он станет примером для того, как нужно реализовать эти проекты и в других городах. Уважаемые данные господа! Объявляется подписание соглашения о поддержке проекта «Продление Митрополитена в городе Харькове» между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития. Соглашение подписано. Со стороны Харьковского городского совета Харьковский городской голова Геннадий Рухович Керрис. Со стороны Европейского банка реконструкции и развития Директор Европейского банка реконструкции и развития Украины господин Шевке Аджуне. Соглашение подписано. Прошу стороны обменяться папками. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Воночным направлением 20-х новых станций, будет 32 станции и поэтому новый подвижной состав будет ездить по всем объединениям метрополитэнга. То, что касается закупки подвижного состава, это может быть больше чем 85 вагонов. Если в одном составе 5 вагонов, мы можем просто сосчитать, сколько будет всего состава. Но дело в том, что сначала деньги будут направлены на строительство метро. Остаток денег будет направлен на приобретение подвижного состава. Также хочу сказать, что мы этого проекта дали очень долго и давно, и были готовы заранее. Но время меняет условия, и поэтому мы будем дорабатывать проект. Главное, что сегодня мы подписали соглашение о финансировании продолжения строительства метро. Это финансирование, решить все технические вопросы, и после этого уже приступать к реализации проекта. Как говорил господин мэр, мы прошли очень активный процесс подготовительного приступления к реализации, когда будут решены все технические вопросы. Согласно оценкам наших специалистов, вся техническая часть и подготовка к закупкам будет завершена до конца этого года, и начиная на это. С следующего года уже будут приступать конкретно к реализации. Но я должен сказать, что этот проект для нас чрезвычайно важен, потому что его основная цель – это повысить качество жизни харьковчан. Проект рассчитан на 2,5 года, а финансирование рассчитано на 18 лет, из которых 5 лет, так называемый миграционный период, то есть по льготной процентной ставке. То есть проект этот очень долгосрочный. И поэтому я хотел бы пожелать этому проекту всяческих успехов и поздравить харьковчан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...